Вспоминаем российских звезд 90-х, которые покинули этот мир, будучи молодыми и полными сил. Одних сгубил криминал, других болезнь. Третьи сами решились на роковой шаг. Кого-то из них нет уже два десятилетия, кто-то ушел совсем недавно. Но главное, что мы помним и любим их песни. Пока живы песни, живы артисты. Во время схода ледника Калка в Кармаданском ущелье Северная Осетия 20 сентября 2002 года погибли сотни человек. В том числе и талантливый актер, режиссер и сценарист Сергей Бодров-младший со своей съемочной группой. О судьбе Бодрова по сей день ничего неизвестно. Его так и не нашли. Сергей отправился в горы на съемки фильма «Связной». Новый день придет, снова без тебя. Ратмир Шишков стал известен на фабрике «Звезд 4». На реальти-шоу «Фабрикант» подружился с Тимати и организовал группу «Банда». Даже после ухода Шишкова из проекта он больше всего грустил о друзьях, с которыми теперь меньше будет общаться. По окончании проекта Ратмир и Тимати основали группу VIP-77 и планировали выпускать новые композиции. Но в марте 2007 года стало известно о смерти артиста. Ратмир Шишков погиб в автокатастрофе. Мерседес-музыканта ехал на скорости 200-220 км в час и столкнулся с машиной на перекрестке. От удара автомобиль Шишкова отбросила в сторону. В бензобаке сдетонировал бензин, и машина взорвалась. В машине с Шишковым находилось еще 4 человека. Все погибли на месте. Когда Тимати узнал о случившемся, то сообщил журналистам, что группы «Банда» больше нет. По некоторым стухам за рулем разбившегося авто был Ратмир Шишков. Хотя некоторые утверждают, что на водительском месте сидел Тимур Байсаров, возможный родственник бизнесмена Руслана Байсарова. Страна узнала, кто такой Женя Белоуса в 1988 году, когда он исполнил свой первый хит «Девочка моя синеглазая». Тогда его продвижением занималась поэтесса Любовь Воропаева и композитор Виктор Дорохин. Женю к ним привела редактор «Утренней почты» Марта Могилевская, которая закрутила с молодым исполнителем роман. Поначалу было записано всего четыре песни, но Белоуса все равно отправился на гастроли. Сольный концерт Жени выглядел так. Несколько разогревающих исполнителей, затем на сцене, причем это были стадионы, появлялся он сам со своими четырьмя песнями. После этого артист мог по кругу петь про свою синеглазку. В 1991 году Белоусов перешел под крыло Игоря Матвиенко, который написал ему культовую девочку-девчоночку и еще множество хитов. Однако через пару лет его популярность стала падать. Артист пристрастился к бутылке. Вследствие чего возникли серьезные проблемы со здоровьем. В марте 1997 года Женю Белоусова госпитализировали с острым панкреатитом. В больнице у него произошел геморрагический инсульт. После проделанной операции артист прожил около месяца. Скончался в ночь с 1 на 2 июня того же года. Пожалуйста, пожаловать к нам в клуб. Йоу, Дли, давай жару. Поехали! Алексей Таганцев, диджей Дли. Занимался диджейингом с юности. Артиста называли одним из первопроходцев жанра R&B в России. Но широкая аудитория узнала Таганцевой совместность с Тимати песни в клубе, где была строчка от Тимати и диджей Дли. Артисты вместе работали над дебютным альбомом рэпера Black Star и мечтали, чтобы Тимати выступил за границей. Но в 34 года жизнь Таганцева оборвалась. В июле 2009 года Алексей ехал к себе на дачу по Можайскому шоссе в Москве. В его автомобиль врезался Мерседес на встречной полосе. От полученных травм Алексей Таганцев умер на месте. Позже Тимати посвятил памяти другу строчку в песне «Вертолет». Дебютный альбом Децла «Кто ты?» вошел в число самых продаваемых в России. Первые годы продюсером Кирилла выступал его отец Александр Толмацкий. Но к 2004 году родственники рассорились и перестали общаться. Децл ушел в андерграунд, пропав с экранов. В ночь на 3 февраля 2019 года Децлу стало плохо после концерта в Ижевске. Организаторы вызвали скорую, но 35-летнего артиста не спасли. Толмацкий скончался от остановки сердца. Как выяснилось, у Децла были проблемы сердечно-сосудистой системы. Когда Децл был на пике популярности, он сотрудничал с одной из участниц женского рэп-трио «Белый шоколад» Мариной Симоновской, известной под псевдонимом Маруся. Именно ее голос звучит при певах песен «Вечеринка» и «Письмо». Децл и Маруся вместе выступали, в том числе на премии «Золотой граммофон», которую они получили за письмо. Тогда никто не знал, что Маруся борется с онкологическим заболеванием. Ей диагностировали рак головного мозга. Марина Симоновская не стала 4 апреля 2002 года. Батырхан Шукенов – один из основателей Астудио. В 90-х в составе группы Батыр исполнил хиты «Нелюбимая», «Солдат любви», «Джулия». В 2000 году он покинул коллектив ради сольной карьеры. Батыр увлекся этнической музыкой, которая в априори не могла стать популярной у массовой аудитории. Но артиста это не останавливало, ведь он делал то, к чему всегда тяготел. Шукенова редко можно было увидеть на телевидении, поэтому его появление в шоу «Один в один» на телеканале стало большим подарком для поклонников. Батыр вжился в образ Мурата Насырова, Лиз Митчелл, Лучана Поворотти, Юрия Антонова, Владимира Кузьмина и других. Не за горами был финал проекта. 28 апреля 2015 года 52-летний Батырхан Шукенов скоропостижно скончался в своей квартире от инфаркта. Посмертно он был признан одним из победителей «Один в один». Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка также в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.